Всем привет! Сегодня мы поедем в один замок, который считается самым страшным замком Чехии. Но прежде чем отправиться в этот замок, мы приехали на выборы. Сегодня в Чехии проходят парламентские выборы. Выбираем людей, которые будут представлять Чехию в Европейском парламенте. Я вот сижу, сейчас читаю вот эти листовки, которые мы получили, за кого нужно голосовать. И просто, ну, это смешно. Сейчас покажу, например. Вот смотрите, что здесь нам обещают. В общем, лучшая жизнь для людей. Минимальная зарплата 70 тысяч крон. Ну, это 70 тысяч крон, это где-то что-то почти 3 тысячи евро, скажем так. Так, пенсия 50 тысяч крон, то есть 2 тысячи евро. Возвращение цен за энергию, как в 2019 году. Цены, которые будут доступны каждому. Ну, в общем... А, ну и стоп-валцы. Остановим войну. Так, что еще? Ну, здесь, конечно... Я что-то еще тут смешное видела, мне очень понравилось. Права животных кто-то будет отстаивать. В общем, еще не могу найти, но тут еще какие-то инопланетяне были. Но не суть. А знаете, что это у меня? Это у меня голска. Голска значит булочка. Довольно популярное в Чехии хлебобулочное изделие. Масло масляное. Вот. Почему я ее показываю? Да потому что замок, в который мы сейчас отправимся, он называется Гоуска. Булочка. И к Гоуске, к булочке, этот замок не имеет ни малейшего отношения. Я, конечно же, расскажу, почему он так называется. Ну, памятник булочке там все-таки установлен в этом замке. Но не будем забегать вперед. Вот по дороге в замок Гоуска есть город Мельник. О городе Мельник я снимала видео. Это очень интересный город. По городе делают очень хорошее вино, которое называется Людмила. А город известен тем, что это город брошенных жен. Когда-то чешские короли своих нелюбимых жен отправляли в Мельник. Но при этом многие жены чешских королей мечтали оказаться в Мельнике. Понятное дело, что не все короли были принцами на белом коне. А в Мельнике было очень даже весело. Потому что в Мельнике делали одно из лучших вин в Богемии. В общем, они сейчас делают. В общем, кто не был в Мельнике, очень рекомендую посетить. Там очень красивый замок. Замок тоже принадлежит... Вернулись семье, которой он принадлежал когда-то. И сейчас тоже это принадлежит. Графу Лобковиц. Ну, в общем, очень красивый город с очень интересной историей. Обязательно, который нужно посетить. Или посмотреть наше видео. Еще возле города Мельник и возле замка Олска находится замок Кокорин. Мы тоже о нем снимали видео. Ну, это видео о замке Кокорин там же, где... Там же, где и в одном видео. Видео из города Мельник и замок Кокорин. Тоже очень красивый, интересный замок средневековый. Которые тоже, кстати, вернули хозяину, наследнику. Замок с привидениями. Тоже довольно у него интересная история. И вообще это место, куда мы сейчас едем. Там много разных замков. И вот Кокорин тоже здесь и Мельник. И что самое главное, здесь невероятная природа. Здесь очень красивая природа в этих местах. Замок Олска с виду не так привлекателен, как множество чешских замков. И если говорить откровенно, назвать его можно малосимпатичным. Здесь нет роскошных садов или богатых интерьеров. Но тем не менее, многие туристы приезжают в Чехию только ради него. Причина подобного интереса к замку проста. Его считают самым загадочным и таинственным замком Чехии. Перед замком Олска есть вот такая парковка. Можете здесь запарковать машину и через лес. Я вообще, честно говоря, не знаю, если сюда что-то ездит из Праги. Подозреваю, что нет. Но машины это абсолютно недалеко от Праги. Вот, парковка стоит 70 чешских крон. 70 чешских крон это 2,5 евро, скажем. Ну и все. Мы идем в замок. Давным-давно, в 9 веке, среди густых лесов на одной из скал был разлом. Люди, жившие в то время, очень боялись этого места и обходили его десятой дорогой. А все потому, что многим, кто находился какое-то время в окрестностях разлома, становилось плохо. Животные вели себя странно. Да и, как утверждали очевидцы, из разлома часто раздавались страшные крики. Вот не знаю, если бы вот здесь видно, но вот тут домик встроен в скалу. Ну не домик там какой-то это, а сарай какой-то. Вообще природа здесь очень красивая. Здесь тоже скалы. Вот кто видел наше видео из Кокурин, кто не видел, очень рекомендую посмотреть замок Кокурин. Вот Кокурин тоже вот в таких скалах стоит. Очень красиво. Природа просто великолепная. И вот здесь все то же самое. Здесь эти скалы. Вот, смотрите. Да, здесь тоже скалу под что-то обустроили. Только в Кокурин мы были в феврале, еще не было такой зелени. Ну, было тоже очень красиво. А вот сейчас все зеленое. Как красота. Вообще, какая здесь красота. Там какой домик хорошенький. Вот люди живут возле самого страшного замка Чехии. Ну, я думаю, скорее всего, это дачи. Посмотрите, какая здесь чертовщина. Это старая добрая Нива. И вот что впереди. Машина принадлежит к Астеллану замка. Ну, а замок вот он. Как я уже говорила, великой красотой этот замок похвастаться не может. Он может похвастаться другим. Здесь написано, что это движущийся деревянный ад. Двигающийся, передвижной. Ну, двигающийся, да. Двигающийся. А, двигаются фигуры. Не помогли? Да нет, конечно. Ну, ты что, ну на парк. Ну, что? Ну, и что здесь пишут? Что экскурсия только с экскурсоводом. И одна экскурсия длится 45 минут. Цена 180 крон. Это чуть меньше, чем 8 евро. Где-то 7 евро. Вот. И билетики можно купить прямо здесь. В этом окошке. Мы уже здесь были. На экскурсии очень понравилось. Ну, а теперь приехали показать вам. В общем, здесь можно съесть клобасу, то есть попить пиво, съесть колбаску. Русскую заморозлину. Купить русское мороженое. Нет, оно раньше называлось руссказморзлина. Потом, ввиду последних событий, его переименовали в традиционное мороженое от морозки. Вот так завуалировали. Так, и здесь где-то должен быть еще туалет. А, фу, кабинки. Смотрите, что здесь есть. Здесь пишут, что мастерская Резбарска. То есть, там, где по дереву, работают с деревом. В общем, мастерская Адова, Адская, Адская. Вас зовет на экскурсию «Самый большого деревянного ада в Чехии». Движущиеся сцены были созданы во славу автора божественной комедии, поэта Данте Алигери. В общем, вот здесь это можно посмотреть. Боже. Мишенька, ты для него как маленькая едногубка. Маленькая закусочка. Кстати, людей очень много. Вот, смотрите, сколько пришло на экскурсию. И что очень хорошо, пускают с собаками. Это, наверное, первый замок, который пускают вместе с животными. Ну, понятно, что, я не знаю, если может собака вот так бегать на проводке, ну, в сумке, конечно же, можно. И вот однажды, чтобы разобраться с чертовым местом, люди решили его проинспектировать. А так как это было еще до того, как придумали права человека, то решено было отправить на экскурсию в страшный разлом заключенного. Но справедливости ради стоит заметить, что заключенный был приговорен к смертной казни. И ему предложили. Или спускайся вниз, раскрой тайну разлома и получай помилование. Или отрубим тебе голову. Преступник, конечно, с удовольствием согласился спуститься в разлом и сохранить себе жизнь. Его привязали к веревке и спустили вниз. И вот, когда заключенный уже опустился почти наполовину, люди вдруг услышали его нечеловеческие крики и мольбы поднять его на поверхность и казнить. Он умолял о смерти, лишь бы не опускаться ниже. Пришлось его поднять. Но, ко всеобщему удивлению, молодой преступник, когда его достали из разлома, оказался стариком. И, увы, уже мертвым. А веревка пропиталась запахом серы. Испугались люди и пошли на кардинальные меры. На протяжении трех лет заваливали жуткий разлом камнями. До такой степени, что вскоре в округе сложно было найти даже простой булыжник. А позже на месте провала построили часовню. Но даже это не помогло. Одна из легенд гласит, что полуживотные, получеловеческие существа с огромными черными крыльями вылезали из щелей по ночам и нападали на местных жителей. После чего несчастных, само собой, уже никто и никогда не видел. И даже сейчас, спустя века, конечно же, согласно слухам, иногда со стороны бывшего разлома слышно царапание крылатых существ, пытающихся выбраться на поверхность. Но что еще страшнее? Некоторые местные вам готовы будут поклясться, что видели, как по ночам вокруг замка бродят страшные тени. Но лично мы тени не видели, потусторонних звуков не слышали. И вообще, давайте вернемся к истории с замком. Итак, название замка с чешского переводится как булочка. И действительно, каменная булка лежит на входе в замок. Хотя на самом деле название с булкой никак не связано. А с чем оно связано, я расскажу чуть позже. Так вот, в истории замка необъяснимого и загадочного хоть отбавляй. Во-первых, совершенно непонятно, зачем замок построен. В древности его зачем-то возвели среди леса, на скале, вдали от источников воды, дорог и поселений. По средневековым понятиям это никак не вяжется с рациональным использованием замка. Даже если представить, что его предназначение – это оборонительное сооружение, то и тут возникают вопросы. Стены башен выстроены не как защита от врага извне, а скорее как сдерживание натиска неких сил, заключенных внутри замка. А если верить летописям, то здесь постоянно присутствовал военный гарнизон. Только что и от кого он охранял, нигде не упоминается. И самое главное, по сей день в замке и на прилегающей к нему территории человек может вдруг почувствовать недомогание или усталость. А еще вокруг замка погибает большое количество птиц. Но слава богу, век уже не девятый, а двадцать первый. И всему находятся объяснения так и с заколдованным местом, пугающим людей уже на протяжении многих веков. Оказывается, все не так магично и таинственно. Средневековую тайну раскрыли современные ученые. А заключается она в присутствии радиоактивного элемента радона, найденного в большом количестве в почве этой местности. Звучит, конечно, не очень привлекательно, но здоровью человека это никак не угрожает. Так что посетить замок, конечно, стоит. Ну а теперь давайте перейдем к истории возникновения замка Гоуска. Первоначально на этом месте находилась деревянная крепость, которую Славибор из рода Пшаванов построил для своего сына Гоуска. Вот вам и отгадка происхождения названия замка. Деревянная крепость не имела стратегического значения. Она находилась вдали от дорог. На ее территории не было источников воды. Стены и башни строения были возведены странным образом. Все укрепленные сооружения были направлены не наружу, а внутрь. Очевидно, что защищаться хозяевам крепости приходилось от таинственной внутренней угрозы. Неудивительно, что со временем крепость была заброшена и совершенно разрушилась. В конце 13 века король Атакар II на месте крепости решил построить замок. Его возвели буквально врезав в скалу. С трех сторон скальные стены уходили вертикально вниз. С четвертой стороны к замку подходила дорога. Здание имело форму четырехугольника. И вновь его укрепленные стены были обращены к внутреннему двору. Расщелину, как мы уже с вами помним, забросали камнями. А над ней возвели часовню. Часовня в Гоуске является самой загадочной и необычной в Европе. С одной стороны, ее стены образуют восьмиугольник. С другой стороны, строение ограничено трибуной, зайти на которую можно по винтовой лестнице. На стенах часовни находятся фрески, созданные в 14 веке. Автор росписи неизвестен. Но ее сюжеты уникальны. На фресках изображены мистические фигуры. И архангелы Гавриил, и Михаил. Борцы с демонами. Защитники от ангелов тьмы. Фрески. Града Гоуска является художественной ценностью европейского значения. Как я уже говорила ранее, часовня стоит на той самой расщелины. Или, как ее здесь называют, вратами ада. Так вот, с вратами ада связано еще очень много легенд. Например, в 17 веке замок стал штаб-квартирой командира шведских наемников. По слухам, этот человек занимался черной магией. И проводил алхимические эксперименты в стенах замка. Пытаясь создать эликсир вечной молодости. Местным жителям приходилось постоянно сталкиваться с произволом его подчиненных. Которые грабили деревню и насиловали женщин. Но гораздо больший ужас на них производили его магические опыты. Которые он проводил прямо над дьявольским порталом. Никто не брался предсказать, чем все это может закончиться. Поэтому однажды ночью два местных смельчака подкрались в замку. И застрелили этого командира шведских наемников. А спустя два столетия чешский поэт Карл Гинекмаха остановился в этом замке на ночь. И ночью он увидел страшный сон. Как будто он, спустившись в адские врата, оказался в Праге 2006 года. Он видел движущиеся картинки в ящиках, которые стояли в жилищах людей. А вечером высокие прямоугольные дома пронизывались дырами, излучающими жуткий желтый свет. По описанию это сильно напоминает спальные районы города. Но напомним, описывал это Карл Гинек в 1836 году. В 1924 году Гоуску купил президент автозавода «Шкода» Йозеф Щимоник. Навел в нем порядок и даже не побоялся использовать его как летнюю резиденцию. А в годы войны нацисты разместили в нем штаб. Они находились в здании, не имевшем стратегического военного значения, вплоть до контрнаступления советской армии. Но чем же они тут занимались? Разумеется, перед отступлением нацисты уничтожили все официальные документы. Но, учитывая интерес Гитлера к оккультным наукам, можно предположить, что немецкие оккупанты выполняли спецзадания своего фюрера, связанные с экспериментными исследованиями легендарных врат ада. По другим предположениям, нацисты превратили замок Гоулска в своего рода человеческую ферму по производству высшей расы. Именно здесь отобранные женщины достойных кровей вынашивали и рожали детей от немецких военнослужащих. После войны власти Чехословакии приспособили здания под архив национальной библиотеки. А в начале 90-х годов замок Гоулска в ходе реституции был возвращен наследнику пана Щимоника, пану Яромиру Щимонику, которому и удалось к 1999 году восстановить внешний вид и интерьеры замка и открыть его для посещения туристов. Все, вышли мы из замка. Очень хорошая экскурсия. И понравилось, что экскурсовод, он был в костюме в средневековом. Но уже второй раз, второй раз именно этого человека попадаем. Я не знаю, может здесь других экскурсоводов и нет. Экскурсия раз в час. Можно с собаками проходить. Очень интересно он все рассказывает. Ну, если знаете чешский, потому что экскурсия. Я не знаю, если здесь на других языках экскурсии есть. Да, все можно фотографировать это в цене. И вообще, нам экскурсовод рассказывал о том, что собственно этот замок содержится с этих денег, которые платят туристы. Вот вы заплатили за вход в замок, эти деньги все идут на то, чтобы этот замок содержать. Туристов много и слава богу. Вот потому я с удовольствием с удовольствием хожу по таким местам. Потому что действительно, пусть эти замки дальше будут, развиваются, будут красивыми. Не зарастают травой и не осыпаются. Вот такой красивый замок. Он не такой красивый, как просто... Во-первых, здесь очень красивые места. Вот сейчас опять мы гуляем по лесу вокруг замка. Потом посмотрите, как здесь красиво. Вот он. И вот, посмотрите, как здесь. Какая красота. И над всем этим высится замок Голска. Здесь еще несколько замков. Один из них даже видно из окон Голски. Знаменитый чешский замок Бездес. Вот. Вот как красиво. Кстати, если приехать сюда после 4-х часов дня, то бесплатная параковка, судя по всему, потому что закрыто все. А заезжать-то можно. Но если вам после посещения замка Голска стало не до конца страшно, здесь припасен еще один страшный замок. И не просто замок, а король средневековых крепостей. Называется очень... Может, кому-то это название покажется смешным. Бездес. Можно перекрутить чуть-чуть иначе. Не будет немножечко вульгарно. Так вот. Бездес считается королем средневековых крепостей Чехии. И находится этот Бездес прямо возле замка Голска. В замке Бездес живут демоны. И такое вытворяют там. Мы это расскажем, когда подъедем поближе к Бездесу. Там творится полный Бездес. И об этом лучше знать заранее, чтобы, не дай бог, не произошла чертовщина самая настоящая. И вот впереди мы видим этот замок Бездес. Бездес. Средневековый замок, король чешских крепостей, который умудрился сохраниться в практически первозданном виде до наших дней. Конечно, у замка не только интересная история, но еще он навеян множеством легенд и преданий. В нем жили короли и разбойники. И все еще живут привидения. Его осаждали, сжигали, в нем казнили. А у его стен текли реки крови. В общем, все как мы любим. И знаете, в чем самый главный бездес этого места? А вот в чем. Вон, видите, замок Бездес. А вот парковка. Вот парковка. Дальше вы машиной проехать не можете ни туда, ни туда. Кирпичи там и там. И выходите вы на этой парковке. И как граф Дракула. Как Дракула в том фильме с Гарри Олдманом. Помнишь, полз по скале? Вот так вы и ползете. Думаете, мы ползем? Нет. Уже сегодня мы туда не поползем. Когда-нибудь мы, конечно же, пойдем в этот замок. Сегодня я вам вкратце о нем расскажу. Если кто-то захочет приехать, приезжайте в бездес. Паркуйтесь и отправляйтесь в эту красивую крепость. Но у замка, конечно же, у такого старого замка масса легенд. И одна из них очень важная и очень нужная. Ее нужно знать всем туристам обязательно. Я сейчас вам покажу прямо вот здесь, отсюда. Видите, в замке две башни. Одна маленькая, одна повыше. И вот эта, которая пониже, в ней жили бесы. Они там живут и по сей день. Только, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Так вот, там живут бесы. И знаете, что они делают? Бесы с этой башни сбрасывают деньги. И если вы подойдете к замку бездес и найдете монетки, никогда их ни в коем случае не поднимайте. Потому что вместе с монеткой, с поднятой монеткой, ваша душа отправится к бесам. Но если есть спасение, если вдруг вы подняли монетку, вы можете спастись только тем, что отнесете эту монетку в кассу, в замковую кассу. И тогда вы спасены, вы и ваша душа. Запомните это и обязательно придерживайтесь этого правила. Потом не говорите, что я вас не предупреждала. Много-много веков назад сам дьявол повстречал посреди дороги одинокого всадника. Они поспорили между собой о том, что дьявол сможет построить стену. И сделает он это быстрее, чем всадник успеет проскакать это расстояние на своей лошади. Строительство стены было уже практически окончено, как вдруг начался рассвет и стали петь петухи. Не на шутку, разозлившийся дьявол раскидал камни, образовав тем самым два каменных холма – малый и большой бездес. Была ли на самом деле история с дьяволом и одиноким всадником, мы не знаем. А вот первый камень, фундамент будущего замка бездес, был заложен в далеком 1260 году королем, премыслом Атакаром II. Слухи о кишащей в этой части Чехии нечисти уже тогда держали людей в страхе. Видимо, поэтому построенная крепость была названа Бес, то есть Демон, и Дес – Ярость. Но со временем название крепости слилось в одно слово – Бездес. Крепость Бездес долгое время оставалась абсолютно неприступной, ее с легкостью мог успешно защищать один гарнизон и, конечно, парочка демонов, обитающих в башне. Но, к сожалению, король Атакар II не застал окончание строительства Бездеса. Он погиб через 14 лет после начала его строительства в битве на Моравском поле. Я умничала, что в замок мы не идем. А смотрю, Эдик уже умотал куда-то наверх. Я по-стариковски сзади плетусь. А человек, который меня старше на 10 лет, поскакал в замок. И я при этом говорила, да ну, ты же старый, куда мы с тобой пойдем? Какой замок? Не знаю, может, и дойдем. Ну, как здесь красиво! Вот, смотрите. Очень милая деревенька. Мужчина, вы продаете собачку? Да. Сколько стоит? Ничего не стоит. Вам еще доплатить надо, чтобы ее забрать? Я так и думала. Эдик, ты решил в замок идти? Да, почему? Эдик, ты же старенький. И что? Ну, идем. Сколько могут? Вот, вот. Может, там меня ждет. Человеку 86 лет, осмотрите. Бегает, как мальчик. Бегает, как мальчик. Ну, шучу, шучу, не 86 ему. 96. 92. Везде кафешки здесь. Вот пока мы идем. Очень красивое место, действительно. Слушайте, на это место однозначно рекомендую всем, кто приедет в Чехию. Тут просто пока мы шли по этой, во-первых, очень живописная деревня. Очень красивая. Везде кафешки какие-то маленькие, такие открытые. Вот сейчас мы просто сели на скамеечку. Эдик там купит парик в роглику. Парик в роглику значит сосиска в рогалике. Вот есть в Чехии голска булка, а есть роглик. Кто был, тот знает. Ну, в общем, парик в роглику Эдик сейчас купит. Мы его съедим и пойдем дальше. Смотрите, вот там вот продают эти сосиски в булочках, в рогаликах. Как красиво здесь. Вот. Мне очень понравилось. Не знаю, если мы дойдем в бездес. Но удовольствие от прогулки я, например, получаю большое. Парик в роглику. Парик в роглику. Парик в роглику. Два парки в роглику. А Мишке водичку. Это импортозамещение. В Америке ты, кому говорят, хот-дог. А, да, это импортозамещение. Да, в Америке хот-дог у нас парик в парик в роглику. После гибели короля Такара II замок стал королевской тюрьмой для его жены Кунигунды, которая, к слову, была дочерью киевского князя, их сына, будущего короля Вацлава II. Позже матери с сыном удалось бежать. В дальнейшем в бездес любил останавливаться Карл IV. И вплоть до 1420 года замок оставался королевским оплотом. Затем он сменил нескольких хозяев из знатных родов. А в 1621 году, после битвы на Белой горе, был захвачен и сожжен. В начале XVII века замок перешел во владение очередному знатному вельможе Альберхту из Вольтштейна, который так укрепил замок, что его стены выдержали бы даже огонь артиллерии. После этого на территории крепости было решено создать монастырь августинцев. Но открытие монастыря так и не состоялось из-за смерти Вольтштейна. А спустя некоторое время неприступный бездес захватили шведы. Здесь везде какие-то красные кнопки по пути следования. Слушайте, пошли, почти дошли. Все благодаря Эдику. Я бы еще там назад повернула, даже не поворачивала, я бы не поднималась. Я просто пошла догонять Эдика. А в 1662 году монастырь все-таки открыли. Правда, не августинцев, а бенедиктинцев. Из пражской резиденции даже была доставлена освященная копия Черной Мадонны, иконы испанского монастыря из Каталонии. И в замок сразу потянулись паломники. Ворота. Я думала, сейчас зайдем в ворота, и будет замок. Нет, это еще не замок. Мы здесь были лет 10 назад, наверное. Я помню, что шли очень долго. Ну что, аж так долго. Вот когда я говорила о Дракуле, который сбирался по ответственной стене, я имела в виду, вот эта дорога ведет замок. И пока весь замок я еще не вижу. Все мое романтическое настроение, которое я испытывала там внизу, когда ела парик в роглику, испарилось. В ходу под хвост. У нас Эдик. Ветель замков. Смотрите. А замок даже не виднеется еще. По посуда, вперед и вперед, по полям, по болотам идет. И чайник сказал утюгу. Не хватает только дождя, чтобы сейчас дождь еще лил. И мы по камням ползем. И чайник сказал утюгу, я больше идти не могу. Ну а теперь битва титанов. Нужно взобраться по вот этим камням. Эти не считаются, по ним неудобно. Ну и по этим зато очень удобно. Эдик. А ну давай беги вперед. Я буду смотреть. А, скользкий, зараза. Любите ли вы замки так, как любит их Эдик? Если да, приезжайте в бездес. Здесь вас ждут незабываемые приключения. Пока вы будете подниматься в этот чудесный замок. И Эдик говорит, зато вниз просто полетим. Я говорю, конечно. Особенно по вот этому скользкому. Точно, что полетим. И чайник сказал утюгу. Мы are the champions. Мы are the champions. И тянулись паломники вплоть до 1778 года. А потом, видимо, бесам из башни это надоело. И вскоре замок опять пал под натиском захватчиков. Сейчас идем, а нам навстречу парочка молодая. Ну, молодая, как я. И они такие говорят. А мы уже вот пришли. Они нам говорят. А там закрыт. Ну, закрыт сам замок. Внутрь. Аллилуйя. Внутрь мы не пойдем. У меня уже нет желания. А то я боюсь, что Эдик бы пошел. Мы такие. А, да. Ну, ладно. Мы просто посмотрим в округе. А представляете, человек ползет, чтобы зайти внутрь. А там уже закрыто. Ужас. Я бы тогда оставалась здесь ночевать и утром шла бы на осмотр замка. Хорошо, что летние ночи теплые. В общем, готовьтесь. Кто приедет в этот замок, готовьтесь, что восхождение, это средневосхождение на Эверест. И главное, прийти надо вовремя. А то подниметесь, а вуаля, замочек закрыт. Ладно, идут дальше. Прусские войска захватили замок. Но и они здесь долго не задерживались. И от 1785 года аж до 1932 года о замке благополучно забыли. Но если вы думаете, что зайдя в эти ворота, вы оказались на территории замка, как бы не так. Это тяжелый квест. Нет, в замок, в замок еще нужно ползти. Но погодите, прежде чем покажу, что ползти, смотрите, практически летим в самолете. А ползти вот еще. И вон. Без детства. Помним, да, что под этой башней мы ни в коем случае не собираем деньги. А если собираем, то отдаем их. Куда? Нет этих, не тебе. И надо развивать роток на чужие деньги. То отдаем их в кассу, в замках. Вот так вот. В забытом на 150 лет замке поселились разбойники, отшельники и, конечно, всяческая нечисть. Но в 1932 году замком заинтересовался туристический клуб. Итак, весь путь нас занял в районе больше часа. Замок закрыт, конечно же. Мы пришли, поцеловали замок и вот сидим. Но красоты, конечно, нереально людей. Вот пока мы поднимались, все спускались, 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 спускались. Ну, на нас смотрели как на сумасшедших. Типа, а мы делали вид, что мы духи. Мы их не видим. Мы идем сюда. А что вы нас вообще видите, спрашивается. Вот. Значит, здесь, когда разгар сезона, потому что мы были, когда здесь было холодно, помнишь? И тоже пришли на закрытие, и тоже никого не было. И снег лежал. И снег лежал. Да, там вообще по той скользоте, я помню, там вернуться было можно. Вот. Я представляю, что здесь творится днем. Тем более выходной день. Я думаю, здесь аншлаг. Сейчас вот даже вот все время здесь ходят люди, кучкуются возле каких-то красивых видов. То есть замок пользуется спросом. А значит, мы его тоже рекомендуем. Все-таки мы же взошли сюда, взобрались на Эверест. И даже вместе с нами вот, вот, скалолаз. Скалолаз. Вот так. Красиво. Очень красиво. Особенно сейчас, когда такое уже солнце начинает садиться. Красиво очень. Туристический клуб выкупил замок за символическую цену. Две тысячи крон. Итак, что мы видим? Видим мы закрытые ворота замка. Можем взять их штурмом. У старой доброй средневековой традиции. Но мы не будем. Вот. Здесь есть, пожалуйста, туалет в вашем расположении. Наверное, какие-то магазинчики. И вот касса, в которую, если что, нужно вернуть деньги. Так. Что здесь написано? Там очень красивый вид. Должно быть. Вот столики. Здесь посетители, видимо, пьют пиво. Или водичку. Так. Так. Народный, национальный, культурный памятник. Пиздец. Открыт он с апреля по октябрь. Тоже 180 крон стоит, как мы и там платили. 180 крон. Кто-то не допил свою водичку. А вообще, представьте, с таким красивым видом по средневековым замкам. Кстати, можно вот так вечером, как мы, прийти. Здесь абсолютно никого. И выпить шампанского. А потом кубарем скатиться вниз, потому что там скользко. Так. Что здесь у нас есть? У нас есть здесь Мишенька. Вау! Какая мусорка. Нет, мусорка, конечно, меня не сильно интересует. А вот впереди, вот только посмотрите. Вот сейчас, я не знаю, что думать, но по-чешски это называется Лановка, по-русски. Ну, подъемник. Здесь есть подъемник. Но мы думаем, скорее всего, да, это про товар, который, наверное, в эти магазинчики поставляют. Потому что, да, это для товара. Тут, может быть, машина-то может и заехать, но вот по этим всем вряд ли она проедет. А, да, 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 это для товара. Да, мусор, да, свозят отсюда. Вот такой вид сумасшедший. Вот деревенька внизу. Да, Эдик говорит, стало то за то. То есть оно того стоило. Вид головокружительный. Замок закрыт, людей нет. Ну, подниматься сюда, это, знаете, как последний герой. Кто поднялся, тот победил. Ну, видь прямо бездец. Вид, да, да. Вы знаете, я говорила, что бездец будет подъем. Ну, бездец все-таки вид отсюда. Вид отсюда бездец. А с той стороны озера, с этой стороны поля просто. Ну, все очень красиво. Да, Эдик? Да. Давай симфонию. Давай. Сегодня замок бездец находится в видении комитета города Чешска-Липа. А теперь-то спускаться нужно по этому. А это ужас, как тяжело. Я Эдику говорю, как эти средневековые рыцари в своих этих железных сапогах спускались? Это же ужас. Офигеть, как тяжело идти вниз. Мы идем вниз, и мне уже жалко этих средневековых коней. Тут же еще кони ходили по этому. Они все, бедолаги. Ну, копыта можно отбросить на этом. Ну, вообще, это ужас. Как они по этому ходили? А как они воевали? Как они-то завоевывали с этим тяжелым оружием? В этих своих доспехах на конях. Вот поэтому. Вы представляете? Мало того, что по этому подниматься, сверху тебя обстреливают стрелами какими-то, смолой горячей поливают или что там они делали. А ты вот по этому карабкаешься, чтобы завоевать, и вот эту развалину. Ну, тогда это не было развалиной. В общем, каждый раз, я думаю, как хорошо, что мы родились в 20 веке. Кто в 21, кто в 20, ну, в современном мире. А не куковать по этим башням. Вы представляете, как интересно было с женщиной жить в средневековом замке. Ни прав, ни свобод, сидишь себе там в башне. А гигиена? А туалеты? Да вообще ужас, конечно. Да, нам повезло. Ну, а нам лично еще спускать. А еще представляете, сколько сотен тысяч ног полировали, полировали эти камни. А теперь мы это полируем. А потом после нас это будут полировать. Что-что? Да, Мишка наш полирует. Сколько человек здесь прошло, и еще пройдет. Причем в каком-нибудь 18 веке сюда приходили и говорили, боже, это же такой старый замок. Сейчас мы в 21 это говорим. Главное, что мы ушли из замка, а люди еще туда идут. Ну, я думаю, там красиво на закате, наверное. Конечно, Чехия, она в плане замков, здесь есть и старые совсем замки, и более-менее новые замки с 19 века. Когда строились замки в 19 веке, на это смотрели как на ужасное острие. А теперь мы ходим, вот есть замок, как он называется? Рады Куниханец, он в 19 веке вроде его построен. И мы ходим на него, смотрим, как на старинный замок. Вот, смотрите, везде, вот я везде наблюдаю эти красные кнопки по пути следования. Сколько мы идем, столько вижу эти кнопки. Интересно, что это за кнопки вообще? Что это за кнопки? Вот опять кнопка. И вот всю дорогу мы идем, вот это какие-то, что это вообще? Ну, это не кнопка, это что это такое? Эдик. Это кнопка. А кнопка от чего? От ядерного. Не шути так. Сейчас как-то страшновато, так шути. В общем. Все, поедем домой. Смотрите, вот ворота. Там дальше еще одни ворота. Там еще... Тройной стеклопакет. Внутри трое ворот, везде будки какие-то. Здесь на нас... А, нет, ну здесь не стояла стража. Нет, это другое. Да, это другое. Да, это другое. Там шути это было. А-а-а. А вот здесь? Да, здесь, наверное, была какая-то повыше эта стена. Вот какая защита была. А сегодня защиты не надо. Сегодня здесь просто прогуливаются толпы привидений. И бесы все еще сидят. Что немаловажно. Все, пришли мы к последним воротам. Здесь, видимо, дыры. Вот мы смотрим, остались. Еще от старых ворот. Да, вот такие конструкции были. Вот людей, которые стояли здесь на страже, уже нет. А ворота еще есть. А кнопки аж здесь. Красные. Это мы вышли уже за последние ворота. А кнопки не закончились. А на этой маленькой машинке написано «С любовью, Карл». Какая милота. Оттуда музыка слышится. И сверчки. Идиллия прям какая, да? Да. И все такие. А вот за человек в корзинке понес грибы. И я стояла, пока Эдико ждал, а он поздоровался. В деревнях люди здороваются. Друг с другом. А вот там у людей гриловачка. Ну, в смысле, на гриле мясо жарят. И запах такой оттуда идет приятный. Ну, мы же еще и голодные. Мы только пара сосиску в этом. Хот-дог. Хот-дог ели. Да, точно. Хот-дог. Хот-дог ели. Иногда вот хочется жить прям в деревне. Какой отсюда вид. Ну, жить недолго так. Жить дня два в деревне. Ну, смотри, какая деревня. И это, собственно, недалеко Праге находится. Вот тоже какая-то кафешка там на втором этаже. Это соукром и поземок. То есть личный участок. Ну, нельзя машинам, нельзя мотоциклистам и свиньям. Смотрите, культурная жизнь. Культурная жизнь в деревеньке. Вот театральное лето под замком бездес. И вот с 1-го седьмого по 25-й августа тут какие-то представления. Так что? Деревенька живет... А от 1-го седьмого только начинается у них. А здесь красиво как. Вид какой красивейший. А мы когда шли сюда, там люди день рождения во дворе отмечали. И не позвали. И не позвали. Идем спросим, за кого они голосовали. Да. Орехи растут. Я помню, 1-го сентября идешь в школу, все руки по локоть в орехах. Коричневые. Да, да. Там день рождения в разгаре. Здесь на воротах написано. Внимание, злая собака. А кошка тоже свинья. Хорошая свинья. Хорошая свинья. Ну, это пекносвинья, говорят по-чешски. Пекносвинья, да. А здесь они нарисованы. Пекносвинья по-чешски. Это значит, ну, говорят, говорится дословно, это хорошая свинья. Позор, злый песок, а цорье таки пекносвинья. Там петух, куры и искусственный аист. Здесь, видимо, когда-то был магазин. Ну, уже все, уже его нет. Видно, что здесь была пивница какая-то, видите, длинные скамейки, столы, уже все заросло травой. Ну, все уже. Идиллия? Нет, есть очень красивые деревни. Главное, те, которые поближе к Праге. Ну, все, отсюда мы начинали сегодняшнее повествование о том, как мы не пойдем в замок, потому что это очень высоко. Я там выступала, рассказывала, что как-то граф Дракула не буду взбираться, но в итоге побывали мы сегодня в замке. Вообще день у нас сегодня такой, и проголосовать мы успели. И в Голуске побывали, в замке. И поднялись в бездес. А смотри, как в Болгарии. Говорят, что как в Болгарии, потому что повесили имя того, кто умер. Ну, это просто повесили, видимо, человек недавно умер, а в Болгарии прям по всему. Везде висят фотографии, люди каждый год вывешивают воспоминания об умершем. Ну, летом мы будем, летом в июле мы будем в Болгарии, мы вам покажем и расскажем. О Болгарии много интересного. Главное, Эдик, который там долгое время прожил. Все, вот он замок бездес. А мы сегодня совершили такой подвиг, а теперь едем домой. В общем, выехали мы из бездес. Проехали какое-то количество километров. И вдруг очередной замок. Причем абсолютно неожиданно. Видим красивые башенки, сворачиваем, гуглим. И это замок. Называется замок странов. И думаю, это не очень известный замок, но очень хорошенький. А он уже закрыт, конечно. Мы сейчас его быстренько покажем, как он выглядит. А как-нибудь сюда потом съездим и более подробно уже о нем расскажем. В общем, действительно, страна замков. Где еще можно вот такую красоту случайно обнаружить. Просто мы увидели эту башню. Вот эту башню. И решили посмотреть. Ой, смотрите-ка. Какое пупсичное. Какое пупсичное цветы. Какой, да, как Эдик говорит, какое все пупсичное здесь. Эдик услышал, узнал слово пупсик, а теперь его везде применяет. А ты вообще нет, да. Смотрите, ну он закрыт уже, конечно. Вот это замок из сказки. Ну, тогда теперь мы действительно должны в него приехать. Теперь это дело чести. Приехать в этот замок. И вам показать. И самим посмотреть. Что пишут-то? А. Обязательно сюда вернемся. Ну, а теперь мы уже едем домой. Уже время немного. А нам еще в магазин надо вот что-нибудь купить, поесть. Спасибо, что были с нами. Обязательно к нам присоединяйтесь. Мы вам покажем много интересного. Из того, что есть в Чехии. И не только в Чехии. Вот. Эдик обещал показать еще и Болгарию. Да, Эдик? Чего? Болгарию покажешь? Миша. Да. Все? Спасибо. До свидания. Что говоришь? До свидания. Мой ласковый Миша. Все, до свидания. А представляете, лет через 300 будут подходить к замку, в котором мы сняли себе студию и говорить. А здесь когда-то работали люди. Давным-давно, в 21 веке, в замке Габриэл Лоци работали люди. Кстати, когда найдется инвестор, то этот замок выкупят. И здесь будет пятизвездочный отель. Но когда это будет, никто не знает. Потому что это требует огромных вложений. В Праге столько отелей, что делать еще один, причем, который нужно ужасное количество денег вложить. Плюс там очень старые фрески, с которыми тоже непонятно. Их нельзя, ничего с ними делать. Они под защитой находятся. Так что вот так когда-нибудь будут сюда приходить туристы и рассказывать, что мы средневековые в 21 веке когда-то обитали в этом замке. Но мы в своей студии пока мы сделаем ремонт. И когда будет все готово, мы вам покажем красоту, которую мы сделали. И вообще подробнее расскажем об этом замке, который находится в центре Праги. И здесь можно себе арендовать студию, канцелярию, офис, что хотите. Вот так. Все. Теперь все. Продолжение следует...